Он открыл кран, оттуда пошел газ. Она тоже коротенькая, здесь нету вот этой вот трубки. Также жильцы бийской многоэтажки узнали, что живы по счастливой случайности. Прямо через стенку такой же кран пускает газ не в плиту, не в трубу, а прямо в воздух. Квартира соседей пустует, но при этом не закрыта и, как выяснилось, не отключена от коммуникаций. Мы позвонили в 04. В 04 нас отправили звонить в аварийку. Позвонили в аварийку, нам сказали, звоните в управляющую компанию. В управляющую компанию позвонили, нам сказали, обращайтесь в суд. Но судиться не с кем. Хозяйка квартиры умерла, наследники не объявились. А просто зайти и перекрыть газ специалисты управляющей компании не имеют права. Вторжение на частную собственность, нарушение закона. Потому что собственник, когда объявится, он придет и выставит счет за нанесенный ущерб. После взрыва бытового газа в Магнитогорске в конце декабря прошлого года в крае полным ходом идет проверка газового оборудования. В Бийске комиссии не обошли еще 6 тысяч абонентов. А может и больше. Ведь сколько таких брошенных квартир, сказать никто не может. То, что заброшены квартиры, то есть бесхузные, мы такой полностью информации не обладаем. Мы работаем в комплексе с управляющими компаниями, потому что это зона ответственности непосредственно их. А в управляющих компаниях Бийска заявили, что такую информацию должны предоставлять старшие по дому. Но оперативно решить проблему все равно не удастся. Например, в случае с этой пустующей квартирой наследников будут искать. А для безопасности жильцов дверь закрыли саморезами. Видимо, они же должны спасти и от утечек. Анастасия Дороган, Марина Волкова, Андрей Сегаев. Наши новости.